Хочется сказать вам, что завтрак стынет. Скорее к столу бегите, наши дорогие друзья. Но не правда это будет, потому что завтрак у нас сегодня будет не горячий. Это бутерброд с крабовыми палочками. Доброе утро! Вы проснулись? Давайте вместе скорее завтракать. Нам понадобятся сегодня следующие продукты. Крабовые палочки, кукуруза, кетчуп, сметана, немножко соли и перца, свежий огурец и булочки для хот-дога. Берем мисочку, в которую будем все складывать, а складывать мы будем туда крабовые палочки, которые мы сейчас с вами открываем, из нашей упаковочки достаем и нарезаем мелким кубиком. Поскольку крабовые палочки являются основным ингредиентом наших бутербродов, поэтому их нужно побольше, не стоит жалеть, мы же для себя готовим. Поэтому пусть палочек будет много. Все это скидываем в мисочку и теперь добавляем сюда кукурузу, немножко соли и немножко перца. А для того, чтобы бутерброд наш был сочным, мы туда добавим смесь кетчупа и сметаны. И теперь добавляем сюда мелко нарезанный огурчик. Очень красивая смесь получается, даже по цвету. Здесь и крабовые палочки красненькие, огурчик зеленый, кукуруза желтая. Настоящий светофор. Теперь берем булочку для хот-дога. Значит, распаковываем ее. И что мы делаем? Разрезаем пополам, но не до конца, так, чтобы она у нас с одной стороны была прикреплена к основному телу булочки. И вычищаем отсюда мякиш. А дальше мы будем наполнять ее нашим заранее приготовленным салатом. Вот так вот мы заполняем половинки нашей булочки, но только не очень плотно, потому что мы сейчас ее будем сворачивать вот таким вот образом. Очень хорошо у нас все получается. И вы уже, наверное, кстати, знаете, что крабовые палочки сделаны вовсе не из мяса крабов. Хотя и напоминают его по виду и запаху. Кстати, и крабовые палочки также называют имитацией крабового мяса. Изготовляются они из обработанного рыбного белка сурими или измельченного мяса белых рыб. И, кстати, изобрели крабовые палочки, кто бы вы думали? Японцы, между прочим. В 1973 году, представляете, как давно. А необходимость создания их возникла в связи с сокращением количества крабов. А крабы это важный ингредиент японской кухни. Да. В России крабовые палочки появились сравнительно недавно, но уже тоже, как бы, знаете, не вчера. В 1991 году. То есть, дорогие друзья, юбилей в этом году 25 лет с тех пор, как мы с вами стали есть крабовые палочки. Итак, разрезаем наш бутерброд. Вот такой он красивый у нас получается. И выкладываем на тарелочку. Как вам больше нравится? Я вот решил сегодня так сделать. Дополняем все долькой лимона. И, пожалуйста, завтрак готов. Этот рецепт я придумал не сам, а нашел его в интернете. Но куда было бы лучше приготовить сегодня один из тех завтраков, которые присылаете вы на почту, которую сейчас видите на своих экранах. Поэтому шлите свои рецепты, и некоторые из них мы обязательно приготовим с вами вместе здесь, на нашей кухне. Теперь я желаю вам приятного аппетита и желаю самого-самого хорошего и удачного дня. Пока.